Всем привет, ребят! Ну что, опять у нас вечерняя рыбалочка с вами. Приехала я на водоем. В Пятимойске я тут уже ловила. Так, когасей. Ну и все, в принципе. Больше тут ничего не клевало. Сегодня решила закинуть одну доночку с макухой на бойл. И взяла фидер. Ну и удочку. На удочку в прошлые разы показывали, что тут вообще делать нечего. Не клевало, правда, ничего. Вот, поэтому я решила, что возьму просто доночку, фидер и удочку закину. Если вообще клевать не будет, просто попробую. Может что-то тут поменялось и будет клевать. Не знаю, время 4. У нас вон тучки идут, как видите. Витришка небольшая раздувает доночку. Уже закинула. Сейчас буду фидер подготавливать. Думаю, на него поклевки сразу начнутся. Не хочет вообще бойлик кушать. Одна потяжка была, но, видимо, там колясь какой-нибудь мелкий был. И все. Потянул и не смог взять его. Сейчас вот посмотрим, я фидер закину. Я думаю, поклевочки сразу начнутся. Там бойлик, хотя он небольшой, маленький такой, зелененький, с чесночком. Он что-то не берет. Странно, странно очень. Я думаю, сейчас на фидер начнутся поклевки. Людей много прям, кто-то даже купается. Забыла под прикольную сумочку взять, поэтому пока что в пакете замешаю. Так. Давайте забьем нашу кормушечку. с зеленой прикольной сумочкой. Не знаю, что мы поймаем на эту зеленую прикольную сумочку. Сегодня, видимо, фидер будет работать, потому что доночка у нас все-таки стоит на какого-нибудь саданчику. Надежда есть такая небольшая. Будем ждать. Так. Закинем куда-нибудь прямо. Вот туда, я думаю, нормально будет. Сегодня такая ленивая какая-то балочка. Кстати, кто-то тут когда себя ел или чистил. Тут кошек много. Может, и кошечки ели. Не знаю, у меня у одной такой, я как приезжаю на гобалку, бывает такое очень редко, конечно. Ну, бывает. Приезжаю на гобалку и забываю то, что у меня какие-то снасти без крючков, без вертлюжков. Это прям расстраивает. Ну, приходится на гобалочке все делать. Решила привязать крючочек к удочке. Попробую все-таки ее закинуть. Небольшой такой, может, мелочь какая-нибудь будет браться. Потому что смотрю, хищник гоняет какую-то мелочь. Всплесков там Карася и так далее нету. Не видно. Ну, это значит, попробую закинуть. Опа. Вон, всплеск был Карася, но, конечно, далеко я туда удочку не буду закидывать. Ну, туда доночку закинем. Сейчас постоит чуть-чуть. Скорее всего, надо будет ее перевытаскивать, потому что вообще не хочет, хотя на фидах тоже, представляете, не хочет клевать. Крючок, кстати, который я привязала к гюкзу, восьмой размерчик, у меня уже тут три штучки осталось. Ох, закрывай у нас фидер, кто-то есть. Кстати, неплохой такой кавязь, походу, будет, если не сазанчик мелкий. Ну, идет хорошо прям. Сейчас буду все перезакидывать. О, кто там? Ну, кавязь. Мелкий. Видимо, из-за кагмушки чувствуется, что неплохой там идет. Вот такой малявка. На удочку почему-то не хочет клевать. Хотя, вон люди сидят на удочку ловят. Уменик льет. Я не знаю, почему. В чем причина главная. Время уже шесть. Видите, уже солнечка начинает заходить. Надо быстрее ловить, ловить, ловить. Ну что, ела я, как всегда, бутерброд на рыбалочке и капнула кетчупом на свою любимую кофту. Пришлось ее снять. Нужно ее быстро застерять. Еще недавно я бы расстроилась, потому что это моя любимая кофта. Но сейчас у меня есть кислородный карандаш, которым я пользуюсь регулярно. И он справляется с такими загрязнениями. Сейчас я вам все покажу. Вот и наш спаситель. Кстати, другой товар бренда Pink Magic имеет более 5000 отзывов. То есть производитель проверен. Смотрите, как им пользоваться. Тут все просто. Нужно намочить водой 50-60 гляндусов, потереть и подождать 10 минут. А потом постерять. Сейчас будем пробовать. А вот и наше злополучное пятно от кетчупа. Сейчас будем замачивать водичкой и начнем тереть. Все, ребята, в полевых условиях. Так, замочили наше пятно. Этот очиститель очень хорошо подходит для того, когда вы не можете замочить полностью всю одежду и можете только определенное место намочить. То есть, когда вы на губалке, на берегу. Так, давайте затерять. Кстати, он идеально справляется с пятнами от кофе, чая, всяких соусов. Вот, например, кетчупа того же самого, как заявлено. Сейчас проверим. Смотрите, пятно у нас уже белеет. Но нам нужно его еще сполоснуть. Постегнуть быстренько. Опа. Так, ждем 15-10 минут. Тут еще у нас чуть-чуть пятнышко осталось. Смотрите, прошло 12 минут. Петна нашего вообще уже не видно. Сейчас пойду застеливать и посмотрим, как будет. Обалдеть! Ребята, вы тоже это видите? Посмотрите, здесь был кетчуп. Ни одного пятна. Я просто в шоке, насколько быстро я справился с этим очиститель. И это помогло даже в таких полевых условиях. Когда нет машинки под рукой, а просто стягаешь в реке. Посмотрите, все идеально чисто. Как и не было. Знаете вы, ребят, что я часто грешу и езжу на рыбалочку в белых кроссовках. Постоянно вот так вот загрязняется подошва на них. А давайте, когда для интереса сейчас попробуем этим очистителем же очистить кроссовки. Вот прям на ноге. Как есть. Намочим. Чуть-чуть. Опа. И начнем затирать. И посмотрим. Мне просто прям интересно. Тут бы, конечно, лучше щеточкой подтирать. Но попробуем пока вот так. И, кстати, не забывайте смачивать карандаш тоже. Чтоб он лучше действовал. Ну, видите, у нас появляется пена. Нужно как раз таки до нее тереть. Чтоб пенка появилась. Опа. Давайте все это оттремом так. Хорошо. И оставим их. Я, конечно, прям удивлюсь, если еще кроссовочки мои рыбацкие очистятся. Вот так вот мы натягивали с вами подушку. Ждем 10 минут. Прошло у нас 11 минут. Давайте будем мочить, чтобы их потереть, но неудобно одной рукой. И мыть кроссовочки. Ничего. Обалдеть. Вы видели, как они отбеливаются по сравнению с тем, что было? Это просто небо и земля. Надо еще воды подлить. Застирать. Сейчас промою кроссовки получше и покажу вам. Вы тоже удивились, как этот карандаш очистил на любалке мои кроссовки? Я их не стирала в машинке, ничего с ними сильно не делала. Я просто чуть-чуть помазала карандашом, смочила и протерла. Все. Они уже белоснежные становятся. Если их постирать в машинке, это вообще не знаю, что с ними будет. В общем, после того, как этот карандаш очистил мою любимую кофту и кроссовки, я буду его советовать каждой хозяйке. И вы, если вам он нужен, переходите по ссылочке в описании и заказывайте обязательно этот карандаш. Начинает уже потихонечку темнеть. Еще тучки набегают завтра. Дожди начинаются. Поэтому сегодня последний день. Рыбалочки перед дождем. Потом буду дома сидеть. Ну, я дома не сижу. Хожу в зал. Многие пишут, что я поправилась. Это естественно, потому что я занимаюсь в зале и качаюсь. Плюс еще в бассейн начала ходить. Так что для тех людей, кто ни разу не был в зале, рассказываю, объясняю, что когда человек ходит в зал, естественно, что он набирает мышечную массу, потому что он качается. Но для кого-то это просто то, что я толстею. Опять у нас фидер клюет. Я же говорила, он у нас сегодня спасать по небе будет скорее всего. Донка молчит, хотя закинула на кагмушку то же самое, что и на фидере. Вообще ноль. О, наконец-то кависямбрик клюнул небольшой. И я-то думала, что все, уже не клюнет он. Опа. Мелкий, конечно. Тут у меня чай. Вообще все посмешано. Чай. И этот, как его называют, опарик-забалушка. Как его зовут. Блин, конечно, надеюсь, что сазанчик будет. А то будет печально, если его не будет. Хотя время уже поздноватое. Может быть и не быть его. Потому что сейчас потемнеет. И клев вообще отрубит. А у меня только ничего клевать, блин. Ого. 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 Лучше б ты на поплавок клевал, больше б толку было. Не толку, а интереса на Фиде. Не так интересно таких мелких ловить. Не так ощутимо точнее. Опять здесь куча кошек. Кто помнит прошлое видео, кстати, прошлое видео я тут тоже ловила. Но первый раз, когда я сюда приехала, я ловила под проводами. Как все знают, что очень много несчастных случаев под ними, а я их даже не заметила. Я приехала, половила, видео выложила, читаю комментарии, отвечаю и пишут, что я под проводами ловлю. И лудочка, когда я закидываю почти, достает нормально так. Я давай пересматривать, смотрю, правда, под проводами ловлю, я даже не заметила. Прямо уберегло, что ничего не случилось. Потому что я как раз закидывала доночку, Фиде, я спокойно могла достать. Но повезло. Так что, когда приезжаете на рыбалку, смотрите, где вы ловите, а то как я окажется, что увидела только, когда подписчики сказали. Это опасно. О, кошечка идет. Как бы камеру не сбила эта кошечка. А вообще, кайф ловить. Вечером что-то в этом есть. Людей меньше намного. Тишина какая-то. Утром все равно движут это вот все. Не знаю, как объяснить. Даже вечером спокойно. Сейчас бы с ночевочкой. Ухи бы сварить. Рыбки пожарить. Ничего, скоро будет. Может, даже сюда приеду. Тут классное место, конечно, но неудобно из-за того, что камни. Я люблю, когда вода, песочек рядом. Ну, земля обычно идет. В лучшем случае, когда песочек. А тут по-другому. Кстати, еще скоро в Астрахань поедем. Так что ждите фотки Самов, Сазанов. Что там еще клевать будет. Ну, мы обычно на Самов, на Сазанов ездим. Надеюсь, в этот раз повезет. В том году просто ездили. Как-то слабоватенько было в Астрахань. Но все равно понравилась их балка. Все. Я князю. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Не разогласил. Приятного аппетита. Засекло, засекло. Что-то тут дедушка на лодке ходит, клочет. Походу, сон тут есть. Я, конечно, не уверена, но вот ходит, клочет. Может, и правда здесь есть. Иди сюда. Да, вообще мелкий идет, Канась. Раньше сюда, когда приезжал, он хотя бы побольше ловился. Тут вообще мелочь. Не знаю, почему, 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 неизвестно. Загадка эта. Время уже 7 с чем-то. У нас еще пока светло. Буду до темна ловить. Как уж темно будет, так пойду домой. Кто интересовался моей удочкой, это на Утилус. Болла, 360, она складывается в очень маленький лазмель. Потом домой пойду, покажу вам. Катушечка у меня 3000, новенькая. Найсус. Осталось еще сменить на доночке. У меня там перемотанная катушечка. Кто-то мне написал за эту катушку, чтобы я ее сменила. С такой предъявой, как будто она кому-то мешает. Хотя, в принципе, она-то ловит, да. Она перемотанная, переделанная. Но она же вытаскивает. Не сломалась. И сезона вытягивала сколько раз, не ломалась. Но написали мне с предъявой. Так будто это их катушка, и ее нужно поменять. Капец, купила червей. Я не знаю, ну, как бы вам не совлять, тут 5 штучек было. Вот серьезно. Опять спасает. Фидель есть. Он меня просто вывлечает, не перестану говорить. Всю рыбалку спас. Фидель у меня, кстати, Zemax. А, это он. Давай, давай. Тут он, когда-нибудь. Мелкий-мелкий-мелкий когасямбрик. Опа. Есть. Хорошо клевал, кстати. Так. Что-то мне тут решил еще доночку запутать. Сейчас, наверное, потихонечку домой буду уже собираться. Чуть-чуть подловила карасика. Не брала, потому что он мелкий весь. И я такого не беру. Ну да, запутал. Запутал, запутал. Сейчас мы его тут выведем. О, он караси вообще мелкий. Весь идет. Такого не очень интересно ловить. Видите. Гибрид как будто какой-то. Когася я не беру. Да и отдавать такого бабулькам смысла нет. Он вообще ребят маленький. Не знаю. Я не люблю, да, буду отдавать, которая, в общем, маленькая. Что с нее делать? Что с нее есть? Поэтому было нормально. Он вообще ладошечный. Его и чистить неудобно. О, я не знаю. Не знаю, подсекла или нет, такие слабенькие подтяжки были, я уже домой собираюсь, поэтому решила рискнуть. Не знаю, мне не подсекла. Все, ребят, заканчиваю балочку, сейчас буду потихоньку собираться, но я уже собралась, в принципе, мусор весь с собой забрала свой, чужой не могу забрать, так некуда. Все уже уезжают потихоньку. Ну что, все, закончила я нашу небольшую вечернюю эту балочку, собираюсь домой уже, смотрите, какой красивый закат, красота. Где-то, кстати, рыбы жареные пахнут, тут дома прямо рядом, походу, кто-то жарит, прям очень вкусно, саданом каким-то навеивает, я бы сейчас поела. Ну все, сейчас в город и пойду в бассейн, он у меня криволосуточный, как раз спина устала сидеть так без стула. Отдохну, кайфану, я там обычно по часа два зависаю в бассейне. Так что, всем пока!